Сегодня повернулись из-под Махмута. Наши там провели штурмовые действия. Так начинается наше общение со штурмовиком Иваном. Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказывает. Мини-артиллерия, из которой он работает, стреляет на 2 километра. Сейчас пехота продвинулась вперед, и чтобы ее прикрывать, необходимо менять позиции. Этим они и займутся в ближайшее время. Мы делаем трансляции и работаем по пташке. У нас коригует пташка, но много там просунулись, честно. Сейчас нужно менять новую позицию, так что все доброе будет. Но продвижение не дается легко. Противник все еще силен, констатируют украинские военнослужащие. Поэтому необходимо брать умом и хитростью. Большая артиллерия. Самое легче для нас. На нас падает 120-та мина, савушки, танки. 80-й калибр на нас не працює. Дуже много градов працює, ворожая артиллерия. Тримаем трасу снабжения Бахмата. На данный час, на этом участке дороги, мы досынь непогано отбили их. Выгнали из посадки, в которой они находились. На данный час тримаем полностью под контролем эту посадку и готовимся до наступного удару. Новые тактики ведения боя украинские военнослужащие регулярно оттачивают на полигонах. В этот раз тренируют снайперские навыки и стрельбу по мишени. Сейчас вместе с коленами и волну с лишним добираемся на полигон, где бойцы 80-й отдельной десантно-шкировой бригады будут оттачивать свои умения для продолжительных действий. Все, десант-земля. Спешим. Готовы? Так. Огонь. Яка цель там была? В вигляді чого? Ящика. В вигляді ящика. Стреляли з нових каких-то зразков? Да, з гвинтівки снайперской, українського виробництва. Ну, от як враження, як впечатля? Що краще? Надо привикнути до гвинтівки. Автомат – це таке діло для враження піхоти просто. А гвинтівка – вона більш точна, потрібно більше знань і навиків. Ось такі тренування. А у чому їх користь? Користь в тому, щоб вразити пошвидше в ворога нашого. Є можливість нам виїхати, постріляти, накращити свої, так би мовити, навички. Тому що є час, коли навчатися є, а є час, коли потрібно працювати. Тим паче перевірити справні зброї, чи все у нас в порядку. Сегодня вооруженні сили України контролюють окрестности Бахмута в юго-западной части в районе самолета. Українські війська успешно работають по флангам і продвигаються вперед.